Ребята, всем привет! Меня сегодня тоже после обеда забрали. А мы делаем сегодня салат. Вкусная колбаска. Ладно, порежем. Не было папе счастья, да Катины сопли помогли, да? И Катю забрали после обеда. Да. Катя безумно счастлива, да? Да. Правда, безумно. Да. Потому что меня забрали после обеда. Я сначала не знала, а мне потом воспитатель сказал. Вкусновато? Вкусновато, но маловато. Аккуратно в пальцы-то. Вкусновато, но маловато. Аккуратно. Все, выключайте. Хорошо. Ребята, всем привет! Мы сегодня тоже делаем салат. Мы продолжаем. Мы продолжаем. И я забыла вам перед роликом подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, потому что у нас очень мало лайков. Потому что мы очень скучно снимаем. Потому что мы не ходим всяким... Заскиваем, где круто. Да? Катерин, еще вот миска для салата. И еще вот. Ты чего, колбасу-то? Надо одним слоем было. Ого, напуляла. Давай-ка оттуда тоже немножко сюда добавь. Давай-давай-давай поживее. Теперь кладем помидорки. Давай-давай. Айцо теперь кладем. Сара-три тоже части. Да, слегка. И сюда, и сюда. Да-а-а! Не надо прижимать его, Катюш. Все? Сюда. Катюш, ты посмотри, сколько у тебя летит мин. Ты поаккуратнее делай. Последняя диска. И салат готов. Как ты думаешь, папе понравится твой салат? Да, он понравится. Понравится? Да. А ты будешь есть? Я. Зачем это? Не хочу. Макароны с салатом. Я вот только макароны. Я вот макароны с сосиской. Понятно. Не хватит. В сто раз вкуснее. Я стараюсь, чтобы Катя чего-нибудь всегда делала, помогала мне. Не стоя на то, что кругом такой бардак. Да, Катя? Салат. Давай аккуратненько. Салат готов. Готов. Ребята, всем привет. Сегодня мы делаем еще и торт. Вот здесь тоже написано. Нет, мы уже почти сделали. Мама сейчас будет это мешать. Мешать. Мама взяла телефон для рабочего инстаграма снять видео, что напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, течение тренировки руки к письму. А Катя сказала, привет, подписчики. Пришлось для подписчиков тоже снимать. Да, Катя? Какой мы будем торт печь? Ой, банановый. Банановый? Мы шарлотку решили. А мы шарлотку решили? С яблоками. С яблоками. Нас угостили наши друзья яблоками. Привет им, наши друзья. И мы будем печь что-то. Ребята, я заполняю жиры, которые мы сейчас сделали. Яблоки. Я еще яблоки насыпала. Ты же заполняешь не яблоки, ты заполняешь форму. Вот, пожалуйста. Которую? Внизу наполнено яблоками. Ой. Давай-ка я тебе помогу, чтобы побыстрее. Эй, а я это вот все рыбала, да? Ну? Ну я это все буду рыбалывать? Хочешь? На большой вот это. Будешь большой? Да, буду. Давай. Я помолю. Эй. Я большой буду. Ой. Мы любим, когда яблок побольше. Давай, давай, давай. А то у нас уже нагреется сейчас. Перегреется духовка. Патерина что-то у нас в нос дышит. Катя, у тебя походу... Катя! Ой. Вот только я подумала, походу, летит во все стороны. Или полетела, да? Все, пожалуйста, играй в свое это. Прямо так все слишком. Что там? Ты что скажешь своим подписчикам? Давай уже отключаться там. Вы, если что, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Зачем ты все положила? Я же стекло все, Катя. Катя, я вот это буду держать. Всем, ребята, привет. И мы снова с мамой путешествуем. В общем, мы в Москве. Сегодня 22 сентября. И у нас сегодня с мамой годовщина свадьбы. 21 год. Мам, ну дай-ка мне ручку, чтобы не потеряться. Вот, 21 год. Какая свадьба-то? Опаловая. Опаловая свадьба. Первая драгоценная свадьба. Первая драгоценная. О, 21 год очков. В общем, так вот. И мы едем в концертный зал Измайлова. Придвигаемся немножко. Мы тут заблудились. В общем, не мы, а я. Вот. Не важно. И мы идем в концертный зал Измайлова. На мюзикл-шоу Notre Dame de Paris и... И Ромео Джилетто. Так называется. Странно. Что там будет? Сейчас посмотрим. В общем, поздравляйте нас. 21 год. Мы уже вместе. Это уже срок. Я считаю. И по-прежнему мы, наверное, любим друг друга, да, мамы? Безумно. Безумно. Вот так. В общем, идем мы на концерт. Уже пришли. Он у нас впереди концертный зал. И что, парковка, можно было на машине приехать. На машине, кстати, ехать было, ну, быстрее. Вот девчонки на машине, да? Да, вот я говорю, на машине ехать показывают по времени-то быстрее. Так, до концертного зала мы не дошли. Мне надо было бы срочно было в аптеку сгонять. Носик положил на. Вон там мама стоит. Вон там девушка стоит, меня ждет. Вот он, концертный зал. Из моего. Девушка, пойдемте. Сейчас. Да. Все. Быстренько все сделал. Тролили-ля, бегом. Вон там за дня какой-то торговый центр. Сгонял туда. Все там быстренько купил. Так, машинка. Переходим, пешеходный переход. Холодно, да ладно. Нормально. А, ну да. Ну, как-то три минутка, конечно. Вон туда мы как-то ходили. Есть. Видишь, вспомнил, да? Я говорю, мы были здесь на этой станции партизан. Там такой памятник партизанам. Так, ну вот мы вошли в концертный зал из моего. Вон там вход. Это гардероб. Смотрите, какие-то эти. Он нам, кстати, ждет. Вот там, говорит, меня надо сфоткать. Ее надо там сфоткать. Поэтому сейчас буду заниматься. Вот, вот здесь. Слушай, они как-то, типа, бронзово-позеленевшие. Ты не видишь, что ли? А? Что, надо? Почему? Потому что бронзово-позеленевшее. А почему? Вот она меня просит. Вот она меня просит. Вот не будет. Ну, что? Я тогда почаще буду говорить, что она меня просит. Давай, давай, давай. Оставай сфотографию. Ну, как? Ради Бога. Нашим ли. Какой я нашел классный способ отказываться от фотографии. Мамы сегодня нельзя ругаться. Сегодня у нас упаловая свадьба. Нельзя. Мамы сегодня проход закрыт. Ой, народ, народ, смотри, к тебе кушает. Ты знаешь, к тебе кушает? Я? Понятия не имею. Я, вот, ты, как сам, каждый день езжу. Раз в неделю стабильно. Ты что? Конечно, знаю. Ну, вообще не знаю. Такой красивый зал. Люстрочки висят. Куда идти, не знаю. Но тут зал-то вроде как бы не очень-то большой. Как мы приехали искать это когда-то. А? Когда мы с Хатей приехали. Да нет, защита детей. Это все для новозрителей. А там зал-то вообще молимся. Ой, мам, смотри, кто-то Eskimo продает. Она как-то чистая линия. Ради интереса хоть узнать, сколько стоит, блин. Так, ладно, сейчас будем... Где тут зал вообще непонятно. Сейчас будем искать. Так, вот мы сидим в зале. Места у нас кузырные. Мы сидим в центре. Прямо пациентка. Неплохо. Скорая помощь. Forever. Респект и уважника. Места хорошие. Вот это вот. Сотрудникам скорой помощи. Такой вот. Представили. Всем не всем пожелать. Вот. Вот так вот. Будет смотреть концерт. Нотр-дан де Паре. И Ромео. И моя Джулия. Рядом со мной все. 22 года. Поздравляйте. Пишите нам. Ой. 23 нам поздравления. Плюс лайки. Мы принимаем все поздравления. Поздравляем себе соболезнику. Да поздравляю. Я не жалуюсь. Ну это я могу так тебе. Что-то так. Ну иногда так. А в общем-то так неплохо. А ты что, не жалуешься? Милый вообще. Ну вот мы продолжаем сидеть в концертном зале Измайлова. Сейчас Сантракт. Была первая часть. Нотр-дан де Пари. Ну типа там. Я не знаю. Это не Нотр-дан. Это называется шоу. Нотр-дан де Пари и Ромео и Джульетта. То есть это взяли как бы вкратце первая часть Нотр-дан и вкратце сейчас будет вторая часть Ромео и Джульетта. Ладно, разговор не в этом. Ребята. Не ходите. Полное. Г. Не ходите. Не ходите. Хоть нам и досталось это по. Дала скорую помощь. Как бы это самое. Там спасибо. Ты без проблем. Там все хорошо. Скидка очень хорошая. Там сколько билетов? Типа три тысячи что ли как бы должен стоить? Две тысячи. Ну не важно. А стоит очень тысяча сносов. Но я бы даже и тысячу не знал. Поют. Хорошо поют. В общем это как бы... Ладно. Поют. Я даже снимать не стал. Ничего интересного. Декорации ноль никаких. Голая сцена. Только в середине какой-то постаментик с лестницей. И на заднем плане как в кинотеатре идет экран, на котором демонстрируются какие-то узоры. Какие-то там не очень. Почему? Поют хорошо. Но что поют непонятно. Первые две-три песни я прислушивался. А потом просто я устал прислушиваться. И все. Я просто сидел, слушал музыку и все. Ну в общем я что хочу сказать. Вон там он сидят, он девушки за столиком. И уже стопочку, две-три уже засандалили. Я так думал, что во второй части они подпевать будут. Подпевать. А тут только веселее будет. Только вот если вы. Ну просто. Я не знаю, может быть мы не ценители. Потому что когда я сидел в зале. Что-то смотрел. И смотрел направо, налево, вниз. То есть люди сидят, смотрят. Смотрят. Папа все вот так. И не крутят ни головами, ничего. Смотрят. То есть люди-то видать шарят в этом. Значит я наверное дурак. Я до этого не так. В общем мы с мамой поняли одно. Нам на такие мероприятия ходить не стоит. Нам надо ходить на спектакли. Цирк. В цирк. Нет, ну спектакли. Театр наций. Евгений Миронов. Вот. Вот нам надо на такие. Даже осися я ее сегодня цирк. Даже если казалось, что лицедеев это было круче, чем сейчас. Вот. В общем ну резюме такое. А да, сейчас кстати я пошел, сходил в туалет. Вижу там некоторые люди уже уходят. То есть кто-то даже не затерпит. О, третий звонок. Ну в общем пойдем мы с вами подосмотрим еще часик. То есть мы посмотрим. Может быть вторая часть будет интересна. Но я сомневаюсь. Пошли мы. Смотрим. Может Ромео и Джиллитта нам поближе. Да, может быть Ромео и Джиллитта нам поближе будет, чем про Эсмеральду. Вот. Ребят, смотри. Станция партизанская. Пошли. Вот памятник, посвященный партизанам. Видите? Народное ополчение. Станция метро. Здесь. Здесь эскалатора нету. Поэтому приходится по лестнице спускаться. Сейчас мы пройдем через турникетик. Так. Мамулечка, давай. Опс. Мамуля прошла. Опс. Я прошел. Вот он памятник. Смотрите, какой большой. Тут даже цветочки стоят. Смотрите-ка. А? Красота. Так. Не упасть. Какая станция метро классная. Красивая. Да? А нам на эту станцию или на зону? Нам на эту. Мы ехали-то обратно. Обратно. Ну, просто так получилось, что мы когда-то ехали, одну станцию лишнюю проехали. Поэтому нам пришлось назад возвращаться. Вот. Ой, мам. Едет уже. Пошли. Ну, в общем, вот она. Станция метро. Здесь вон еще такие скульптурочки. Все прыгают. А, это это. Зоя Космодневьянская. Ё-моё. Видишь, мам, я узнал. Зоя Космодневьянская. Видишь, я сразу же узнал. Пошли. Заходим.